И это город, который является сегодня примером для многих городов мира, потому что в Казани у нас никогда не было распоряно-религиозной почвы, никогда не было взаимонепонимания. На самом деле действительно существует такой диалог между религиями, между конфессиями, между нашими культурами. Возвращение на историческую родину знаменитой Казанской иконы Божьей Матери еще сильнее способствовало развитию диалога представителей всех религий и конфессий. Пресвятую Деву Марию почитают не только христиане, но и мусульмане. У нас даже сура есть в Коране, если вы знаете, она полностью названа именем Матери Марии. Сура Майами есть такая. Казанская Божья, икона Казанской Божьей Матери. Вот, вот правильно, совершенно. У нас все безграмотно выражаются, меня трясет. Казанская Божья Матери, грузинская Божья Матери. Она у всех одна. То, что она еврейская, в этом нет никакого сомнения. В Казани католики, православные и мусульмане постоянно сотрудничают, а то и запросто ходят друг к другу в гости. Новую мечеть в Кремле построили на народные средства. Причем деньги с урожая сдавали не только верующие татарских деревень, но и русских. И наоборот, на возведение Благовещенского собора к тысячелете Казани жертвовали и русские, и татары. Красносельское село, у них там есть ювелирный завод, и вот этот макет собирали именно там. Католический священник в мечети – желанный гость. Он не принимает участия в самом обряде, стоит в стороне. Однако молится вместе с мусульманами о мире, о любви, о том, что всех нас объединяет. Удивительно, до чего много общего у христиан и мусульман. Прославление единого Бога, принесение друг другу приветствия мира. Здесь, в мечети, есть даже Иисус. Да-да, это один из шести пророков, обозначенных круглыми знаками и списанными арабской вязью. Здесь его почитают, как пятого пророка Ису. Да, Иса. И здесь наш пророк Мухаммад. Я еще утром ездил в дною, по собранию. В православной церкви отец Диогенес и вовсе чувствует себя как дома. А со многими православными батюшками дружит много лет, невзирая на кое-какие догматические разногласия. Если дело Марии было зачатым не порой, то Папа Римский приравнял его к Христу, своего указа. Папа говорит о экуменическом терпении. Не стоит сразу войти в конфликт или начинать спорить на этот счет, потому что ни к чему это не приведет. Надо сначала восстановить доверие, любовь. Я совершенно нормальный парень, абсолютно нормальный парень, состоящий из тела и крови. Я не святой совершенно человек. Мне нравится, что в Диогенесе он тоже не святее по-приимскому. Я за это его люблю. Мы обязательно должны прийти к Единству. Дело временное, мы не знаем когда. Но я всегда им говорю, что, наверное, это не от нас зависит. Но, по крайней мере, мы не должны ставить никаких конфликтов.